Слава Иисусу Христу! Всемогущего Творца Неба, Земли, Всего Видимого, Невидимого, И в Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, От Отца Рожденного, Прежде всякого времени, Как свет происходит от света, Бога Истинного от Бога Истинного, Рожденного, А не Сотворенного, Единосущного Отцу, Через Которого все сотворено нас ради людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Дева Марии и ставшего человеком, распятого за нас, Прибойте и пилать, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего, и воскресшего, и воскресшего, на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего, во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых, и его Царству нет и не будет конца, и в Духа Святого, Господа Истинного, Животворящего, от Отца Пришедшего, от Отца Пришедшего, с Отцом и Сыном, с Отцом и Сыном. Мы Ему равно поклоняемся, мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его. И Он говорил нам через пророков воединую святую, соборную и апостольскую церковь. Испомедую единохрещение, восставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь! Аминь! Иисуса Христа из мертвых. И это, на самом деле, это правда. Каждый настоящий верующий, настоящий христианин, это свидетельство о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Аминь! Воскресение Христова, видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу. Единому безгрешному Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем. Ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя другого не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Ибо пришла через крест радость всему миру, Всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресении Его, распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную, По великой Своей милости. И Христос воскрес! Аплодисменты воскресшему! Живому Спасителю Иисусу Христу! Слава Иисусу! Спасибо Тебе, Господь наш, драгоценный, возлюбленный Бог наш, Владыка наш, Целитель наш, Спаситель наш, Учитель наш. Ты сегодня среди нас. Ты сказал так, где двое или трое собраны во имя Твое, там и Ты посреди. И мы собрали здесь во имя Иисуса Христа. Учи нас сегодня. Ты сказал, я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. И спасибо Тебе, Господь, что Ты здесь с нами, и Церковь Твоя соседается. Бог Святой, благослови нас, живые камни, собравшиеся здесь. Боже, соседающая Церковь, Господь, сегодня. Благослови, Господь, нас, перенявших эстафету веру у многих поколений верующих. Боже, благослови нас, не опозори Твое имя, но прослави Твоим в своем служении. Помоги нам, Господь, сегодня из истории Церкви взять хорошие науки для себя, примеры. Научиться на ошибках наших предшественников, не повторять их ошибок Божьим. И, например, герой веры, Господь, помоги нам научиться верности, Господь, терпению и служению Тебе, Господь, достойному. Во имя Иисуса Христа, как сказано в послании к евреям Божьим, что поминайте наставников ваших, которые проповедрили Слово Божье. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Потому что Ты, Иисус Христос, вчера и сегодня и вовеки Ты тот же. И сегодня Ты здесь, Ты тот же. И сегодня Ты с нами, и сегодня Ты в нас. И сегодня Ты, Господь, сегодня среди нас. Благослови нас, великий Бог. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Иисусу. Аминь. Пожалуйста, спасибо. 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 Всем вас приветствую и благословляю именем Иисуса Христа. Дорогие друзья, в эти дни я в Сибири, в эти дни здесь, в зиму приехал. Будем так говорить, очень интересно. И привет вам, наверное, передам с самого начала и от моей семьи. Я являюсь, ну как, священнослужителем. И официально наша церковь называется немного по-другому. Наша церковь называется официально, если брать, то Украинская Реформаторская Православная Церковь. В России, пока мы не имеем регистрации официальной, я являюсь россиянином, но я являюсь по паспорту россиянином, но по своему статусу я являюсь украинским епископом. И Украина моя вторая родина, духовная родина, там, где я состоялся как слушатель. Поэтому привет вам именно от наших братьев, сестер, которые трудятся в основном в Украине, но также в России, в Белоруссии, в Молдове, в Румынии, в Приднестровье, в Грузии, в очень разных странах трудятся священники нашей епархии. У нас небольшая епархия, но такая раскидистая очень, знаете ли. В основном в странах бывшего безбожного Советского Союза трудятся наши священники и диаконы, и миссионеры. И, в общем-то, сегодня передам привет от нашей церкви, во-первых, от нашей епархии. Я являюсь управляющим киевской епархией, киевской архиепископией. И как женатый человек, я женатый епископ, я передам привет от моей семьи, от моей супруги, вам всем привет, от наших шестерых детишек, шестерых, слава Богу. И также просили передать привет наши миссионеры, которые трудятся сейчас, уехали дальше, с Америки. У них сегодня распродажи бешеные, Черная Пятница. В общем-то, думаю, братья купили все, что хотели купить. Да, в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, также наши сейчас миссионеры трудятся, начинается новая церковь, реформаторская православная церковь в США. И также от харизматической православной церкви вам хорошо привет. И лично от епископа Марка Керси, моего друга, патриарха этой церкви, харизматик Ортодокс Черч, это штат Флорида, Сан-Апустин. В общем-то, православное обновленчество сегодня распространяется в разных странах, разных континентах уже даже. И Господь, Он пробуждает сегодня церковь. Я верю, что и здесь, в России, на огромных просторах, вот, в Сибири, здесь и вообще, по всем этим, огромным просторам, на самом деле. Можно летать на самолет здесь просто из конца в конец, знаете ли, как будто на другой континент прилетать. И, знаете ли, и чтобы, моя мечта, чтобы вот в тысячах храмов по всей Руси, и у вас здесь вот есть красивые храмы, и в Кемерово, значит, там, и в других городах, где я был по Сибири, я видел красивые соборы, огромные соборы, но хочется, чтобы в этих красивых храмах, чтобы звучало Слово Господне, Слово Божье. Хотелось бы, чтобы звучала истина, не ложь, как сейчас, к сожалению, чаще все происходит, а чтобы звучала истина. А истина в Иисусе Христе. Истина в Иисусе, нет другой истины, знаете ли? Сам Иисус сказал так, записано у Иоанна Евангелиста, 14 глава, 6 стих, думаю, многие из вас прекрасно знают этот момент из Писания. Написано, слова Иисуса, сказано так, можно даже обозначить, если это возможно. Нет, хорошо, не проблема. Значит, 14 глава, 6 стихом записано, что Иисус сказал, я есть путь, говорит, истина и жизнь. То есть, сам Иисус Христос является истинным путем, жизнью нашей, слава Богу. И апостолы Иисуса Христа очень правильно все понимали. Они правильно верили, они правильно верили в свой передавали, они правильно исповедовали свою веру и умирали за свою веру. Вспомним Степана того же самого. Первые верующие, первое поколение христиан очень правильно исповедовали следующее. Они сказали так, апостолы, что ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Только в Иисусе Христе спасение. При всем уважении к светлой памяти Его Матери Марии, других умерших святых или ангелов, никто из них не может даже одного из нас спасти. Даже собравших все святые на свете, все ангелы, все нам Херувимы и Серафимы, даже одного грешника не смогут спасти. При всем их желании огромное. Но кровь Иисуса Христа, непорочного агнца, она омывает нас от всякого греха. Знаете, я скажу, что сегодня, как православный реформатор, конечно, я убежден, что в реформации нуждается не только православная церковь, а в динаминация. Здесь в России, в Украине огромнейшая динаминация. Большинство россиян, украинцев называют себя православными по динаминации. В других странах не так это заметно, но, допустим, в США там в основном протестанты и католиков очень мало, православных еще меньше, знаете ли. Но, с другой стороны, сколько бы нас ни было вокруг, знаете ли, большинство здесь, допустим, были бы протестанты или православные или католики, не важно. Я убежден, что в реформации время от времени нуждается вся церковь. И сегодня я убежден, что в реформации 21-го столетия сегодня нуждается вся церковь Христа. А почему? Потому что Господь грядет, потому что Иисус приближается. Его шаги слышны, уже неверующие это слышат, не то чтобы христиане. Даже неверующие уже в шоке. Если раньше верующие пугали, христиане пугали ученых, то сегодня ученые пугают христиан. Знаете ли, их послушать вообще не хочется. Но, как говорил Проханов Иван Степанович, один из апостолов евангельского пробуждения здесь, еще сто лет назад писал он, христианин это неисправимый оптимист. Слава Богу. Там 2012, майя в шоке, а мы радуемся. Слава Богу. Значит Господь не за горами, значит Он придет скоро. Они там, не беру все, икс, планета, все, конец света. Бункеры. Зарывайтесь, господа, поглубже, поглубже, до самого ада зарывайтесь. А нам небеса принадлежат. Аминь. И слава Богу. И там, что бы ни говорилось, знаете ли, я скажу, что бы, нет, конечно же, да, сухари суши. Но победа наша от Господа. Сухари сушат люди, но победа, наверное, и жизнь наша от Бога зависит. Нет изобилия нашего имения. Так что я беру, добро пожаловать к нашей планете. Мы знаем, что Иисус грядет. Слава Иисусу. И, господа, в Библии говорится, что церковь Бог хочет видеть, не имеющий пятна, порока и чего-либо подобного. Но Он хочет видеть церковь святой и непорочной. Так написано Павлом к Ефесянам. Значит, это не просто Павлово мечтание. Это не просто религиозные какие-то фантазии, знаете ли, еврейского апостола, знаете ли, среди язычников проповедующих. Нет, это Божья воля. Я в этом глубоко убежден, потому что, как и большинство из присутствующих, я верю, что в Библии записаны эти слова, это и есть Богодухновенное слово. Сам Бог хочет, чтобы церковь его не имела пятна или порока или чего-либо подобного. Пока, думаю, я не уникум, многие из нас, посмотрев вокруг на христианство, пятной порок типичны, к сожалению. И наоборот, чистота пока не такая типичная для церкви. А значит, что? Господь хочет реформацию видеть в своей церкви, обновление. Один из лидеров христианства мирового, еще через 10 лет после Иисуса это было, это было в Северной Африке, в Карфагене. Так вот, там был Киприан такой, архиепископ, Киприан Карфагенский, святитель. Он говорил так в конце 3-го столетия, что говорит, церковь непрестанно реформируется, церковь всегда обновляется. И это правда, на самом деле, потому что церковь это не просто здание какое-то, да? Церковь это не просто даже какое-то собрание, нет. Это живой организм, это тело Иисуса Христа. Это не просто даже сообщность людей, договорившихся одинаково верить в одного Бога, нет. Это сам Христос сегодня, сейчас, здесь. Вот что такое церковь Божья. И слава Богу, что когда мы даже двое или трое собираемся, тем более, когда нас больше гораздо, во имя Иисуса Христа, то Христос среди нас. Это церковь Иисуса Христа. Единая, святая, соборная и апостоль, как мы сейчас исповедовали всем людям. Слава Богу. Так вот, господа, дорогие братья, сестры, я отвечу на ваши вопросы с удовольствием. У нас немного времени, к сожалению, на этот семинар такой, короткий семинар, на такое знакомство. В Кемерово было побольше времени, конечно, там была неделька целая, и можно было обо многом поговорить. Записи все есть, в сети уже многие записи выставлены, даст Бог, на днях я выставлю все остальное уже, что было записано в эти дни в Кемерово. Но также и у вас будет информация, я переброшу с удовольствием вам поделюсь этой информацией, вы распространите дальше среди верующих. И особенно моя просьба дать эти записи вашим знакомым православным христианам. Я так понимаю, кто вообще, я понимаю, сразу на церковь люди пришли, да? Но я с удовольствием проповедую сейчас здесь, с удовольствием поделюсь всем. Но, конечно, я с еще большим, сказал бы так, несравненно большим удовольствием, я сегодня поделился бы по словам, вот мы проезжали, такой красивый храм прям в лесу прям стоит, такие огромные купола такие прям торчат, но я не был еще там внутри, но снаружи очень потрясающее зрелище, красиво очень построили все-таки. Что-что, а вот это мы можем, внешность такую, да. Вот, красиво, ничего не скажешь. Ну, значит, ну, понимаете ли, не хочется быть без паркова в шляпе, знаете ли, вот вроде золотые купола, но, знаете ли, как говорили на Руси раньше, еще в 15 веке, Нил Сорский такой был, Васям, Батрикеев, они говорили, храм должен быть не из бревен, а из ребер. Раб Божий, или храм Божий, обшит кожей, вот. Живой человек, храм Божий. Я бы с удовольствием сегодня в этом храме этот вечер, ну, не вечер, ну, уже после, ну, по полудню, как мы собрали здесь, я бы с удовольствием бы сегодня поделился там бы словом Божьим, с удовольствием завтра бы на литургии поделился бы словом Божьим. Но не пускают, братья. Многие традиционные православные священники считают меня чуть ли не вообще отступником, и некоторые мои вчерашние коллеги говорят так, что вот ты наобщался с протестантами просто, вот ты сам стал протестантом. Ну, с кем поменешься, от того наберешься. Вот наобщался с протестантами, и все, снюхался там, с какими-то там еретиками там, или как-то, как написать там, по стране, нечестивыми даже. Ну, мне написали уже там, типа, блажен муж, что ходят там, не ходят, вернее, на совет нечестивых там. Да, думаю, вот это да. Но я этим господам обычно говорю следующее, и в Украине, и в России встречают такие батюшек, которые мне такое заявляли, и заявляют порой. Я говорю, знаете ли, братья, послушайте, Лютер еще не родился, Кальвин еще, его и в проектах не было, и вообще 16-й век еще был, вообще где еще? А все это уже было в Писании. Это что Лютер взял и написал в Библии, допустим, что един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Нет, конечно, это Павел писал Тимофею, в первом письме к нему мы это обозначили второй главой, пятым стихом, и знаете ли, это что Кальвин взял и написал, что Иисус Христос есть путь истинный, жизнь, это что взяли баптисты, там приписали, знаете ли, там какие-нибудь менониты, там взяли и подписали, что насчет Иисус Христос, он есть первосвящение, ходатай Нового Завета. Нет, конечно, никому в голову такой не приходит. Просто-напросто Лютер, Кальвин, Свингли, анабаптисты, вот все эти реформаторы 16-го столетия, даже порой не соглашаясь друг с другом по разным вопросам, учений, но в главном они осознали важность реформ, перемен в церкви, и что Библия, Божье Слово, к нему надо вернуться, вернуться к первому проекту, знаете ли, если мы строители понастроили много всего, но в проекте этого ничегошеньки нет, проект узаконенный, принятый самим Богом, знаете ли, он совершенно другой, наше дело не говорить, ну, стерпится, слюбится, Бог как бы, он вынужден будет признать нашу стройку, у нас не как бывает так, что, ну, комиссию уговорим приемную, сдадим этот храм, как-нибудь, в общем-то, прокатит все это. Знаете ли, Господь не будет закрывать глаза на нашу эту стройку, Он говорит, у Него есть свой проект, и мы должны, опять-таки, не сами, как лебедь, рак и щука, знаете ли, в христианстве, кто в лес, кто подрован, значит, мы можем такой нагородить и городим порой. Вот, очень важно к первому проекту прислушаться, присмотреться, и гениальность вся, вот, христианских служителей в том, чтобы максимально в этом строительстве церкви, знаете ли, созидания тела Христа, прислушаться, присматриваться именно к первому проекту, данному самим Богом в Библии. И замечательно, что Лютер стал, он не во всем, конечно, там, значит, он пожалел какие-то перегородки, он, но он стал ломать многие вот эти кувалды, знаете ли, как Маккавей Нового Завета, Маккаби такой, кувалды, мол, там, Слово Божие, он стал ломать эти перегородки, но некоторые он пожалел трогать, они уж слишком, как бы, считал он, может быть, даже капитальные стены, это были тоже неправильные стены, но он их оставил. Те же самые стены антисметизма порой не до конца он сломал, те же самые стены педобаптизма, там и многие другие, сезарепапизма, то есть он оставил кое-что, но другие братья, выпавшие из-за его рук молот, взяли и стали дальше ломать, и дальше, и в 17-м, и в 18-м веке, и в 19-м, а 20-й пришел, так мы уже взяли уже там не просто кувалду, а там уже, да-да-да, и стали все подряд ломать вообще, слава Богу. Вот, главное, чтобы не пожалела нам все это наша рука, и чтобы построили мы все по Божьему проекту, слава Иисусу. Я хочу сегодня рассказывать о некоторых вещах, конечно, в виде истории христианства, но я хотел бы ответить на ваши вопросы тоже. Если у вас есть вопросы, какие-то по теме этой истории церкви, это моя главная тема, вы, пожалуйста, пишите записочки, пишите письма такие, пишите письма, высылайте деньги, да? Пишите записки и передавайте наперед, сюда. Хорошо? Вот так жарковато все переключается. Смотри, она вот так крутится еще. Там поменьше сделает, чтобы свет был. Вот, хорошо, да, спасибо. А то как на сцене такой, он сильно не бьет. Хорошо, друзья, значит, и я хотел бы ответить на ваши вопросы, поэтому буду рад очень ответить на ваши вопросы. И на нашем сайте, вот, на сайте Украинской Реформаторской Православной Церкви, alive.church.info, есть много всяких ссылок уже, по которым можно посмотреть лекции, семинары, служения, вот с моим участием, с участием наших служителей, наших епископов, священников, диаконов, которые записываются сегодня, значит, тоже, слава Богу, за верх технологии. Так, если вопросы есть, бумажек нет, то вот сестричка любезно предоставляет вам возможность такую взять записочку и записать, бумажку и записать. Слава Богу. И я воспользуюсь, наверное, доской. Я люблю пользоваться доской. Хорошо? Видно все будет, да? И я хотел бы из истории христианства некоторые такие вспомнить сегодня темы. Очень интересные темы. Наверное, не то, чтобы даже самые интересные, но важные для нас сейчас. Почему я об этом часто, об истории христианства говорю? Потому что, ну, это мое откровение, это то, что Божье повеление, будем так говорить, что нести людям сегодня надо. Потому как мне лично в жизни очень сильно помогло. Я думаю, любой нормальный верующий вопрос задает, а что мне с этого будет, как бы, зачем мне это надо вообще? Изучать историю церкви. Для чего? И вообще надо ли, надо ли все это изучать? Я убежден, что с этого нам большая польза, христианам, потому что мы из истории можем научиться кое-чему. Вот как Малифия говорил, это правда. Я верю, что это, ну, на самом деле. Мы можем учиться на ошибках наших предшественников. Мы можем в своем служении, чтобы не допускать ошибок, какие допускали братья наши, предыдущие, или бывшие перед нами. Потом мы можем учиться, например, положительных. Подражать вере тех, кто сохранил веру и шел до конца. Вот, а сама история, спасибо, сама история христианства тем это помогла мне, допустим, освободиться от многих неправильных вещей, которые были в моей жизни. И, значит, я, как бывший традиционный православный священник, потому что я не был реформатором, обновленцем. Может, многие слышали уже мое свидетельство. Я привез с собой диски. Кстати, потом в перерыве, допустим, можете приобрести эти диски. И я прошу, сделайте даже копии какие-то. Дайте вашим друзьям и записи вот этого семинара, и также вот этих дисков, допустим, можете сделать копии и дать вашим друзьям, особенно, или знакомым, допустим, православным священникам, допустим, если вы знаете кого-то из местных священников, или вообще здесь по Сибири кого-то знаете из священников, да, этим материалом посмотреть. Потому как им это очень важно. Даже, наверное, многие вещи, которые сегодня прозвучат, они важнее даже не для вас даже, а для православных христиан и особенно для священнослужителей. И я очень хотел бы, чтобы через вас достичь православных христиан, вот этого города Прокопьевска, других городов по Сибири, здесь в Кузбассе. Знаете ли, вот если каждый из вас хотя бы одному православному в этом городе даст возможность почитать, познакомиться с этим служением, я думаю, что кто-то все-таки из числа православных вашего города, они заинтересуются этим служением. Потому как здесь в Сибири тоже нужны такие церкви, православные уже нового поколения, которые будут молиться не как вот сегодня, кто в лес, кто под рова, знаете ли, не будут вот в такой духовной, такой сумятице, а будут молиться Господу. И знаете ли, я как бывший традиционно православный священник, я понимаю, что это очень трудно, конечно. Многим священникам, здесь в Сибири я встречал и на Дальнем Востоке, до самой Якутии, я встречал, знаете ли, православных священников, таких никодимов, таких тайных учеников, которые через записи смотрели меня уже неоднократно, которые общаются с протестантами бывают, или же смотрят там CNL, CBN, вот христианские, русскоязычные вот эти вот каналы. Многие в тарелке стоят, и они могут посмотреть, слушают проповеди разных авторов, разных проповедников, делают выводы. Но некоторые из этих священников говорят обычно так, ну, как бы хорошо, что где-то есть такое, но у нас это невозможно в церкви. Потому что жесткая вертикаль власти, знаете ли, выстроена, особенно вот сейчас нынешним патриархом, московским Кириллом, и наподобие Единой России, только, значит, именно вот внутри церкви. То есть, ну, это нехорошо, когда церковь с политикой, знаете, вот так вот начинает смешиваться, это нездоровый признак очень даже. Вот, поэтому церковь должна все-таки быть церковью, а, значит, и заниматься церковными вопросами, а не быть под, значит, знаете ли, в угоду сильным века сего. Это неправильная позиция этой церкви очень даже. И мне очень жалко, что Кирилл сбрал такую позицию, такую, знаете ли, вот, как вот раньше говорили, подхалимы там, или как-то еще называть их там, ну, еще более грубые слова, более раньше еще. Вообще научно это называется цесарепопизм, когда церковь начинает быть, как бы, идеологическим работником государства, вот, в рот смотреть, значит, заискиваться перед сильными века сего. Моя мечта все-таки, чтобы церковь была независимой, чтобы православная церковь была так же независимой и имела свое собственное мнение, а не то, что ей укажут сильные века сего. И, знаете ли, почему? Потому что именно от вот этой нашей такой бесхоребетности, порой церковной, от зависимости от государственных структур и за цесарепопизма, большинство известных ересей пришло в жизнь христианской церкви. Вот так получилось. Ну, из-за этого тот же самый педапаптизм, там, крещение младенцев, это пришло же, опять-таки, через зависимость от государства. Если бы церковь была независимой, то никогда бы такие ереси не пришли бы в жизнь исторического христианства. Многобожие, идолопоклонство, религиозный культизм, все это имело ярко выраженный политический заказ в свое время, еще в древний Рим, Бизантия, вспомним. И я хотел бы, как раз, об этом тоже немного сегодня рассказать, поделиться. А свое служение в правоославной церкви, в традиционной русской правоославной церкви я служил, я начал в 88-м году. В начале 88-го года уже, как бы, на полное служение, начал полное служение в церкви. До того я был прихожанином и, в общем-то, ну, активным, можно сказать, прихожанином. Я заканчивал тогда училище Орловское художественное, художник по специальности и помогал священнику как мог, значит, и как художник, и как, знаете ли, просто где скажем, там я и помогал, значит, а уже в начале 88-го как раз такое время было переломное, знаете ли, тысячелетие крещения Руси, там, значит, там много тем таких интересных было тогда в обществе, в газетах, в журналах. И в начале 88-го у меня прям такое было огромное желание. Пошел к священнику, к своему, да, духовному отцу, это был отец Иоанн Квитович, протеримитрофорный, пожилой священник. Знаете ли, я сказал отец Иоанн, говорю, благословите, я хочу уже, ну, оставить вот мое искусство, мастерскую, все, я хочу служить в церкви, я хочу учиться в семинаре, я хочу быть священником, как вот, то есть, через пример этого священника у меня было огромное желание самому стать священником и служить в церкви. И вот он благословил, и, в общем-то, началось мое служение в церкви, в храме. Я читал, пел на Клирус, ну, как лидер группы прославления, проще говоря, чтобы он был понятен, лидер группы прославления. И это было мое служение, мне это очень нравилось, и начинал свое обучение в Загорске тогда, значит, и, ну, больше занимался самообразованием, конечно. А в девяносто первом году я сам стал священником уже, это было в Рязани, то есть, как вот чтец я поработал в Орловской и Московской областях, а уже как священник послужил, значит, ну и дьяконом немного совсем, полтора месяца где-то, послужил в Рязани, Рязанской области и потом в Брянской области. То есть, вот как бы, и до девяносто шестого года, это вкратце, чтобы представиться, чтобы вы имели понятие, кто перед вами сейчас понимание, может кто не знает. Так вот, и до девяносто шестого года я, значит, был традиционным православным священником. Я не думал никакой реформации вообще, мне и в голову не приходило тогда, что в православие нужна какая-то реформация. Хотя, как и многие священники, я, кого я знал, я задумывался тоже и о том, что в церкви нужны перемены определенные, конечно, но слово реформация меня пугало, честно говоря. Я думал о, в лучшем случае, как вот у Александра Ильиния говорилось, об эволюционной реформации, постепенной, какой-то поэтапной. И, как говорил отец Александра Бориса тогда в Москве, и Чистяков Георгий, я с ним общался, он говорил, они говорили так, что, ну вот, постепенно православие, оно эволюционирует вот в такое настоящее уже как бы христианство. И лет через там, они говорят, 300 или 500 лет, допустим, постепенно церковь, она перерастет и трансформируется как бы эволюционно. Но я верил в эту веру тоже какое-то время, в 95-м особенно, я в это верил, и даже в начале 96-го я в это верил еще. Но, знаете ли, потом меня осенила такая мысль, думаю, а что мне с того, что будет через 300 или 500 лет? Спросит ли с меня Бог за то, что будет вообще с церковью через столько столетий? Мне же интересно видеть сейчас спасенных людей. Понимаете ли, все это мне напомнило Манилова, да, из мертвых душ Маниловщина такая религиозная? Знаете ли, вы сидите и мечтаете, что вот через 500 лет моя динаминация, она сама собой как-то трансформируется? Вот кривая наша авось, небось, вот она вырулит однажды в такую реформацию. Если бы лютер посидел бы на кухне у себя там и проклинал бы прогнивающий академицизм, значит, там эту религиозную, мафиозную структуру, как многие тогда священники уже говорили, знаете, не один он был такой умный, там было бы так вот умников в церкви. Но многие из них, даже кардиналы порой говорили, а оно никогда не изменится, ничего. И так бы ничего, и до сих пор бы в Европе, и сжигали бы ведьмы, и, значит, и там такой дурном творился бы. Если бы лютер не взялся бы однажды и не прибил бы тезисы, так бы ничего бы не изменилось. Потому что Бог, Он совершает через нас, простых людей, все. И не надо ждать там у моря погоды, знаете ли. И я понял, что еще вопрос очень важный, что вопрос, мой личный вопрос, моей личной веры, кто я, во что я верю. И, знаете ли, в 96-м году Господь просто помиловал мою душу. Я был в таком терзании, таком внутреннем. Внешне все было хорошо. Я молодой священник, настоятель прихода, хорошего уже такого прихода, знаете ли. Значит, я мечтал только лишь о таком храме. Ну, все эти годы, что я был священником, это был храм, который не закрывался фактически. Значит, огромный храм, значит, и огромная округа уважения, почет. Ну, понимаете ли, моя мечта исполнилась. Огромный дом церковный, жена двое детей. Значит, на ближайшие районы не было храма вообще там. И только лишь там что-то строилось. А этот храм, его все знали вообще очень хорошо. И, ну, все было хорошо внешне, все было хорошо. Не было проблем ни с финансами, ни со здоровьем. То есть, не было поводов, как бы, что-то там жаловаться. Берегуло жаловаться. Все было, ну, как бы, больше, чем я о чем мог мечтать. Но внутри было все хуже и хуже. Внутри был дискомфорт все больше. Знаете ли, я был похож на того монаха, который однажды во времена еще франциско-азийского говорил, в молитве такое. Господи, если ты вездесущий, как так получается, что я каждый раз оказываюсь там, где тебя нет? Знаете, вот и в религиозном болоте моей динаминации я копошился. Я активно был священником. Я не сидел просто на приходе. Я был активным священником. Это и миссионерская православная передвижная библиотека. Это и служение с призывниками в военкомате регулярно проповедовал. И работа была в частях воинских и в больницах. Это сто процентов. Каждую неделю в больнице мое служение было. И показ фильмов, и лекции в ДК, в кинотеатрах, в ближайших районах и в своем районе. То есть я был очень активным батюшкой и вел много служений в принципе. И печатался в газетах регулярно, моя была колонка. Плюс еще свою газету начал. Был первым редактором этой газеты. Первой в российской, в центральноевропейском регионе была газета под названием «Церковь». Я был ее первым редактором и автором. Вот как бы, то есть много было, что сделано. Антиабортная программа. То есть я этим занимался с Дмитрием Смирновым, с другими батюшками московскими. Сотрудничал на эту тему. Проводил лекции, семинары об абортах, профилактика абортов и работа в школах, в училищах, в институтах. То есть очень активный я был батюшкой. И плюс еще этот храм, красавец, храм, о котором мог лишь мечтать только. И уважение в епархии было, ну, хорошее уважение. Но скажу, что внутри было все хуже и хуже. Потому что понимал, что чем больше я для Бога делаю, вроде бы, и чем больше я служу Богу, тем мне остается все хуже и хуже. Я не понимал, в чем здесь, как бы, проблема. И знаете, только лишь когда я открыл из себя Библию вновь, только лишь когда я увидел в Библии, что у меня серьезные проблемы. я осознал, что на самом-то деле ни в ком оно нет спасения. Я очень много молился Богородице, я очень много молился святым другим умершим, я очень много молился ангелам. Но меня осенило, что оказывается все это, ну, как, грубо говоря, как-то под хвост. Это вообще ничто. Даже больше того, я понял такую вещь, перечитывая Библию, я понял такую вещь, что проблема не где-то, а у меня проблемы очень большие, перед Богом большие проблемы. Я осознал, что во многих вещах, в которых я думал, что я служил Богу, я служил дьяволу, не понимаю этого даже вообще. Я был, кажется, по другую сторону просто-напросто баррикады, не с Богом. И я покарился, слава Богу. Ну, это свидетельство, извиняюсь, у нас немного времени, и я затянул такое вступление. Как? Ну да. И скажу, что Бог помиловал меня тогда, открылся мне через слово свое, и я познакомился с правильными людьми. Бог дал очень хороших мне друзей, писядников, баптистов, харизматов, очень разных евангельских христиан, которых я раньше чурался, считал там сектантами и изгоями. А когда поближе познакомился, я увидел, так, ничего, нормальные христиане, и притом, мне так понравилось, на служении у писядников, я стал посещать служения, собрания, ну, так, вначале так тайно, снимал рясу, значит, и, значит, приходил так, где-то там на домашние группы приходил, общался, больше слушал, конечно, наблюдал. И я увидел, что, конечно, не в нашу пользу вот это сравнение. Думал, сектанты, сектанты, думаю, а у них-то жизнь на крючок бьет. А у нас вроде все хорошо, значит, но, как бы, вот, кладбище. Вот, мне было не по себе. Знаете ли, и некоторые, я даже некоторые песни тогда из сборника «Песнь Возрождения», значит, я взял, переписал на листочках, значит, на тетрадке, и, значит, и раздал своим певчим в своем храме. Я говорю, бабушки, обязательно вы учите, в следующем воскресенье после служения будем репетировать, вот, и будем, значит, с вами после наших, значит, обычных, значит, служений, там будем еще необычные служения делать, будем петь, рассуждать и прочее. Им так понравилось, через неделю к бабушке мы приходят, одна из них чуть не плачет, прям, батюшка, где вы такие хорошие песни нашли, говорит. Это ж такое вот, я всю жизнь прожила, но такого не видела вообще, это такая красота. Я думаю, знали бы, откуда, я взял бы, слеза бы быстро высохнула. Они потом догадались. Народ-то стал уже ходить, понимаете ли, через год, наверное, значит, знаете ли, моего там служения в этом приходе, ну, уже даже обычное воскресенье было народу полно, храм был заполнен, то есть, люди отовсюду приезжали, и каждое служение были какие-то сюрпризы, то есть, ну, реально что-то происходило, и, то есть, ну, Бог действовал, начал очень хорошо в храме, знаете ли, и люди приходили, я проповедовал в течение там служения, говорил слово тоже часто, обращался к людям, все разъяснял, всем дарили новые заветы, мы, значит, я объяснил бабушкам моим, что, значит, каждый, кто приходит, если вы видите, что вы еще не видели ни разу этого человека, спросите, как его зовут, значит, откуда он, и поинтересуйтесь, он верит, Бога не верит, значит, нам, значит, и как он верит, поинтересуйтесь. Вот, значит, мои бабушки читали Библию уже, значит, и говорю, что если вы протестируете, если он Библию не читает, скажите, представите маленько его, и скажите, возьми Библию, почитай. Вот, значит, и всем новым, значит, людям мы дарили Библию, значит, с координатами, значит, храма нашего, значит, и показ фильма Иисус, значит, был регулярным у нас, значит, то есть бабушки, это нам надо было видеть, собирается по храмам бабушек, все в соплях, в слезах, все левут, Иисуса распинают, потом, ну, фильм Иисус, да, потом такие радостные в конце, что слава Богу, что все-таки он возгресся. Да, вот так вот. Ну, в конце концов, вот это местное локальное пробуждение закончилось тем, что просто в епархии, значит, забили тревогу. Знаете, как только священник стал, ну, я вот именно вести такое служение, значит, проповедовать Евангелие, то Сау стал, ну, плохим священником. И, значит, тем более, что сказали, что, видимо, я с ума сошел, потому что я написал в нашем храме объявление, что в нашем храме все богослужения и требы, и там в скобочках крещения, венчания, пивания, все-все-все, совершается бесплатно. Ну, все точно, с ума сошел. Вот на радостях, значит, большой храм, значит, он с ума сошел. Значит, и, знаете ли, но доходы храма не упали, ну, поначалу, может быть, там, месяц-два так потянули ремни, но, в принципе, значит, знаете ли, что через буквально там несколько месяцев доходы храма в несколько раз выросли. То есть, мы, значит, открывали ящик для поражения, считали, значит, там и бабушка, и, вот, думаю, там, бухгалтер, казначей были в шоке просто вообще. Вот, значит, там мы просто люди жертвовали, и жертвовали много уже, те, кто могли жертвовать, значит, и, то есть, ну, храм переживал тогда подъем у нас на самом деле. И, знаете ли, я потом принял решение, в конце концов, выйти из традиционной русской православной церкви. Почему? По идейным соображениям. Потому что я больше не мог исполнять обязанности священника, потому что я отказался от крещения младенцев, значит, и какие-то месяц-два я перенаправлял желающих крестить своих маленьких детей, значит, младенцев к другим батюшкам. Там рядом как раз переход один строился, новый храм строился, значит, с нуля. И я этому батюшке перенаправлял. Я говорю, что я вот принял решение буду крестить взрослых людей и проводил беседы с людьми, которые собираются креститься, или же подростками, но те, которые могут верить уже и веру свою сознательно исповедовать в Иисуса Христа. Ну, конечно, был как белая ворона. И, ну, опять-таки, а похоронное служение? Я поначалу еще, я уже разуверился тогда в молитве за упокой, но какое-то время я еще, месяц, может быть, я еще совершал такие служения, я приезжал на похороны, но я до минимума сокращал вообще молитвы, знаете ли, за упокойные, читая их по-прежнему из требника, а вообще-то процентов 90 времени это было проповедь по учению. Я обычно открывал притчу о богаче Лазаре и говорил, что вот ад это реальность, ад и рай, это все правда, и есть путь Иисус Христос на небеса, и все время проповедовал фактически, пел песни там тоже с бабушками, мы выучили песни таких евангелесих христиан. Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа, там в святые бессмертных лучах, там струится живая река, в небесах, в небесах, в небесах, в небесах, в небесах. Отчизна моя в небесах, в небесах, в небесах, отчизна моя в небесах. Потом остановились на колене, молились, каялись, и я говорил, что обычно, раньше, говорю, я покойникам говорил, царство небесное, теперь говорю вам, живым, царство вам небесное. Насчет идеи, говорю, что царство открыто, как и Иисусом Христом. Короче, это была сенсация. Меня уже многие боялись на похороны приглашать. Он за мертвых не молится, теперь за живых молится вообще, как батюшка. За покойные эти, ну, при входе в храм, на входе храм, там, значит, у нас все время лежали эти записочки. За здравие, за покой. Я за покой брал все, и все, мусор, только за здравие, принимайте, все. Староста в шоке, батюшка, а правда вообще, вы что, серьезно, как бы, да? Да, одна бабушка, ее привели послушать, она была местным экспертом. Она была слепенькая, ну, вообще ничего не видел, фактически. Вот, но все слышал очень хорошо. Даже то, что на другом конце села совершалось. И вот ее привели в храм, она решила протестировать, что же я там говорю. И она сказала старосте моей, знаете ли, батюшка ваш, штунда. Как штунда? Да он настоящий, в рясе, ты просто не видишь его, но он в рясе, с крестом, все как положено, из епархии присланный. Нет, говорит, меня не проведешь. Она еще была девчонкой, ее штунды заманили на собрание, короче. И он говорит так же, как они говорили тогда, летом 80-80 назад, значит, короче. А, не знаете, что к штунде? Нет. Да вы что? Мы же в Сибири. А, мы же в Сибири. Я же в Сибири, да. Я забыл. Не, не то, чтобы это, не, не, но. Я без всякого этого злого умысла. Просто штунда, от слова немецкого штунда, значит. Ну, так называют протестантов, особенно в Украине и там, на Западе, короче. У нас на Западе. Ну, у меня так красиво это звучит. У нас на Западе. Да, да. И там, у нас на Западе, ух ты, я еще раз хочу повторить это. Мне что-то очень понравилось. Значит, там, у нас на Западе, принято говорить штунда, значит, или штунда, штунда, значит, значит, ну, это те, которые, ну, неправославные, как бы вышли из православия, значит, там они, ну, баптисты, бессиатники, их, как? Инакомыслящие. О, да, диссиденты. Да. А, кстати, немцы имели штунда, вот это вот время для молитвы. И вот, когда на юге Украины, допустим, там эти колонии образовались, вот эти голландцы, немцы, там, англичане были, там, там были разные. Вообще-то, ну, в основном, голландцы и не немцы были. Менониды чаще всего это были. И у них было время молитвы. И они ходили на молитву, а потом и местные крестьяне там присоединялись, некоторые, несмотря на запреты полиции, жандармов, но, значит, люди приходили на молитву такую. И вот те, которые ходили к ним на молитву, их уже там тоже дразнили, это штунды, говорит, значит, вот те, которые ходят туда. Хорошо, друзья, а теперь за дело. А теперь за сам семинар возьмемся. Так вот, у нас немного времени, я поэтому кое-что вам расскажу такое, что запоминаемое. Знаете ли, вот из истории церкви, примерно в 30-м году началась история нашего, вообще, будем так говорить, христианства, да? Мирового христианства, примерно в 30-м году история церкви началась. Мы не знаем точный год, потому что мы не знаем точный год рождения Иисуса, но мы предполагаем, что это было 2011, вот, 12 лет тому назад. Хотя ошибка как минимум на 3-4 года считается сегодня в научном мире. Почему мы не знаем точного года рождения Христа? Потому что первым христианам в голову не приходило праздновать как-то особые, какие-то новые праздники. И вообще, первое столетие христианства, оно очень сильно отличалось от того, что было потом уже, в средние века особенно. Почему? Потому что первые христиане Христом по плоти не интересовались фактически. Вот, а Христом, как Спасителем, как Господом, как вот в духе, да, интересовались больше и познавали Его. И вот, примерно в 30-м году это произошло. Кстати, Иисус родился, мы не знаем даты, не только год, но и месяц, день, мы не знаем. Но вынужден разочаровать. Я очень люблю Крисмас, очень люблю Рождество, конечно. Вот, особенно, когда побывал в Европе на Крисмас, значит, Рождество, да. И вот сейчас Крисмас Тайм, это потрясающее время в Америке. Я был два раза, как раз вот именно вот это все время, начиная от Дня Благодарения, заканчивая уже 25 декабря. Потрясающее, когда по всем каналам там рождественские гимны поют, вообще, ну, меня вообще захватывает. Вот, и очень красивые подарки, значит, там носки, ну, хамины, значит, там елочки. Ну, красиво, что ни говори. Но, несмотря на это, вынуждены разочаровать, что и не 7 января, и не 25 декабря Иисус не мог родиться. Потому что перепись Кесаря Августа, о которой говорится в Евангелиях, оно проводилось исключительно в летнее время, а не в зимнее время. Значит, начиналась перепись обычно по еврейскому, опять-таки, если брать календарю, после уже праздника Шавуот, то есть после 50-ти, по-нашему. Вот, и заканчивалась примерно к празднику труп, то есть, ну, к началу сентября или к середине сентября. Астрономы сегодня высчитывают рождение Христа как именно последнее число августа или первое число сентября, по всей вероятности. И пастухи были со стадами в полях, значит, в культуре сельского, тогда вообще сельской жизни Израиля. То же самое, именно после праздника Шавуот, после Пасхи, но в основном после праздника Шавуот, после Пятидесятницы, стада выходили в полях. И пастухи, сезонные рабочие, нанимались на работу, именно жили там, вместе находились со стадами. А вертеба в это время, пещеры, все эти вот и места для загона скота, вычищались, воскребались и использовались как гостиницы. Знаете ли, не надо думать, что издевательство было над беременной женщиной, значит, и Иосифом, и Марией, да, вот что им предоставили такие, как бы, ну, извиняюсь, скотские условия, как вот рисуют порой на открытках, там, значит, знаете ли, вот, там, кормушка такая, значит, убогая для скота, крыши дырявые, снежок, значит, и, как бы, вот, и новорожденный младенец на, такая бабечка лежит, прямо, значит, на сене. Ну, картина такая, что, значит, ну, скажу, любой врач-гинеколог там перекрестится за страх, значит, ну, как это может быть вообще, как с животом обратились с маленьким Иисусом? Вот, но дело в том, что было все не так, конечно, поэтому и здесь тоже было совершенно не так, не могло быть так. Потому как вот эти вертепы, они были чистыми, и даже, значит, хозяева многие сдавали их, а больше того, многие евреи, бедные, постоянно жили именно вот в этих вертепах все летнее время. Значит, им предоставлялся, но некоторым бесплатно, некоторым за очень умеренную плату. Во время переписи, проводившейся в летнее время, стада были в полях, и пастухи пришли туда, Вифлеем, они пришли в город посмотреть, потому что они слышали, как ангелы поют. Это все могло быть только лишь в летнее время. То есть Иисус родился, скорее всего, начиная от середины июня и заканчивая где-то, ну, середины сентября уже. Но от нас скрыта дата рождения Христа, наверное, потому еще, чтобы мы Христом по плоти не интересовались. Чтобы мы не делали культ такой, знаете ли, из тела Иисуса, его плоти, знаете ли. Вообще в Евангелиях очень мало о Христе написано до 30 лет. Знаете, как будто у него в жизни ничего интересного не было до 30 лет. Вообще такая странная биография, чисто по-человечески. Неужели до 30 лет у него вообще было, ну, одни серые будни были? Никаких переживаний вообще. Очень такое, ну, как бы, неужели там, как деревянные игрушки, значит ли, как говорится, тяжелое детство, да. Значит, ну, детство было не из легких, конечно, он жил всю жизнь в горах фактически. До 30 лет он не спускался с гор, он жил в горах. Значит, если спускался с гор, то чтобы от его села, от Назарета, где он прошел почти всю свою жизнь сознательную, да, спуститься в долину, чтобы надо было сутки идти пешком туда, в долину, и сутки обратно подниматься к себе. То есть, ну, путешествие было не из ближайших. Но они путешествовали в Иерусалим. Их семья, значит, семья Иисуса была очень религиозной, потому что каждую Пасху они были там, поэтому они путешествовали и предпринимали такие путешествия далекие. Слава Богу, Иосиф, Мари были очень набожны. Ну, ладно, я сейчас даже не об этом, а то много, просто я скажу, что очень много в истории таких интересных фактов, да. И, конечно, вот последние годы я проповедую на Рождество Христа, когда Рождество Христово, и 25 декабря, и 7 января. Я каждый раз в разных собраниях, у баптистов, у харизматов, писяльников, у себя в церкви, я говорю так обычно, что мы не знаем дата рождения Иисуса, мы не знаем месяц рождения, даже год мы знаем лишь приблизительно его год рождения. Почему на 3-4 года мы предлагаем было до нулевого года рождения? Потому что Ирод, тот самый, что имя стало налицательным, он умер в каком? В 4-м? В 3-й, в 4-й год до нашей эры, этим словом. То есть, никак не могло быть, чтобы Иисус родился 2019 лет назад. Он родился, допустим, 2015, там, 16, 17 лет назад, но не мог родиться никак 12 лет назад. Значит, и дело в том, что первые христиане первых 3-х, даже почти 5-ти столетий обходились без дополнительных праздников. И нормально себя чувствовали. Сегодня, я когда проповедую, я вернусь, я говорю обычно так, что мы не знаем даты рождения Христа, но сегодня, когда, говорю, миллион людей вспоминают рождение Иисуса, я хотел бы говорить о том, чтобы Иисус родился бы в наших сердцах. Призвать имя Иисуса, и используя, как евангелист, в евангелизме, проповедуя христианам, проповедуя номинальным христианам особенно, проповедуя евреям, проповедуя неевреям, разным людям. Я говорю, что Иисус Христос родился, чтобы нас спасти. Он есть свет к просвещению всех народов, и слава народу своего Израиля. Две ипостаси, его пророчества о нем, о его личности, когда он еще был маленьким бабочкой, что он есть свет к просвещению всех народов, так и произошло. Но сегодня исполняется еще и вторая часть этого пророчества, и он слава народу своего Израиля. Сегодня порядка 10% евреев во всем мире приняли Иисуса Христа как своего Господа, Бога Спасителя. Это очень много, это считается примерно столько же, сколько было в первом поколении, когда мессианское движение, когда ранее церковь набирала свою силу в Иерусалиме, в Иудее, а потом пошла уже далее, за пределы Израиля. Так вот, и примерно в 30-м году все началось, и до 313-го года церковь христианская, вот наши с вами старшие братья и сестры, выдержали очень серьезное испытание своей веры.